Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, продолжаем, продолжаем в Европе Университета 4, Тунис, ждем новых войн с османами и всей коалицией, а также я посмотрел, что нашему наследнику наконец-то стало 17 лет в течение этой войны, поэтому мы сделаем из него полководца, из него получится очень хреновый полководец, но мы его таковым сделаем, поставим его прямо на передовую и будем надеяться, что он помрет. В случае, если у нас вместо него появится более подходящий претендент, у которого будет больше навык, скажем, у которого будет получаться управлять государством лучше, то я тогда быстренько начну подавлять все эти мятежи, а пока что мы попробуем скатиться в республику, сомневаюсь, что это произойдет, потому что слишком длинная должна быть Португалия вышла из коалиции против нас. Че это? Че это Португалия вышла из коалиции? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Ну похоже, что теперь в коалиции оставилась только Кастилия из европейских стран, что не может не радовать, а у нас нет так и уж плохие отношения с ними, поэтому мы можем даже попробовать поулучшать отношения и возможно нам удастся их переубедить. Ну, вряд ли. Агрессивная экспансия. Нужно дождаться, пока агрессивная экспансия дотикает до самого минимума и тогда, возможно, нам что-то удастся какие-то подвижки в этом случае совершить. Ну, в любом случае, сама по себе Кастилия уже совершенно не страшна, потому что они ничего ровным счетом не могут сделать, у них нет флота почти по сравнению с нами. Давайте даже посмотрим, собственно, что у них с флотом. Где Кастилия? Кастилии даже в топе стран нет. А мы, между прочим, кстати, перегнали Осман по количеству кораблей. Но при этом, надо сказать, что у них тяжелых кораблей в два раза больше, чем у нас, зато у нас в три раза больше легких кораблей, и галер у них тоже много. Но это до поры до времени, пока мы не возьмем идеи, где-то наши идеи. Как только мы дойдем до вот этой идейной группы, до вот этой идеи, то у нас сразу станет на порядок больше кораблей. Тем более, что мы еще даже не начали инвестировать, что пора бы, кстати, сделать. Давайте начнем инвестировать в кораблестроение, пока у нас есть такая возможность. Сухие доки. Вот, например, начнем строить улучшенные доки, что сразу поднимет лимит возможный. Потратим немного денег, а заодно и дипломатических очков. Сухие доки. Везде, повсюду. Повсюду, где только можем. Вот так вот как-то. Ну и будем надеяться, что оккупации не повредят нам. Собственно, все, наверное. На этом продолжаем. Может, без пауз, без всего. Будем просто смотреть. Во-первых, теряем контроль над провинциями. Но это и не может не радовать. Как я уже говорил, мы попытаемся их оттеснить отсюда, дальше на север, чтобы заставить их оккупировать столицу. С другой стороны, чего мне не хотелось бы, чтобы они оккупировали наши торговые центры. Хотя, похоже, что совершенно оккупации революционерами не сказываются на нашем доходе. Давайте посмотрим. Продолжение оккупации революционерами не сказываются на нашем доходе. Продолжение оккупации революционерами не сказываются на нашем доходе. Так что, коррупция. Приобретаем инфляцию, с которой мы боролись все эти годы и так и не побороли. Либо потерять стабильность. Ну, давайте прикинем. Чтобы купить инфляцию вниз, по 2 очка нам потребуется порядка... Тут будет 3 инфляции с этой инфляцией, так 2,6. То есть ее нужно будет скупить вниз. Значит, нам нужно будет потратить примерно сотню очков административных. В случае же со стабильностью нам придется потратить, я думаю, поменьше. Поэтому давайте потеряем стабильность. К тому же у нас было положительное, так что всего 75 очков. И если все пойдет в минус, то в Габоне появляются мятежники. Давайте посмотрим, удастся ли им сделать из нас республику. Взяли Касабланку. Не могу сказать, что это были очень хорошие новости, но тем не менее. Так, эти в Генуе плавают. Эти плавают тоже в Генуе. Почему они все плавают в Генуе? Понятно, ну да ладно. Эти корабли в Западной Европе. Вообще, мне кажется, мы недополучаем прибыль, потому что так и есть. У нас слишком старые корабли, очевидно. Возможно, нам стоит начать перестраивать наш флот. А, вот у нас еще тут корабли. Так, ну-ка, что они делают? Эти в Севиле патрулируют, а эти тоже патрулируют в Севиле. Мы их объединим. Кстати, наши транспортники все это время находятся здесь. Возможно, их имеет смысл перебазировать куда-нибудь поближе. Давайте переведем их куда-нибудь в Сирд. Все наши основные войска располагаются где-то там. Так, больше революционеров. Но, очевидно, что революция начинает набирать обороты. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим, что у них из этого получится. Проблема, что наша вот эта армия оказывается в окружении таким образом. О, кажется, мы схватили. Нет, мы не схватили. Я думал, что максимум улучшены отношения с Булгарией. Давайте посмотрим. 200. Ну что, начинаем процесс аннексии в таком случае. То есть, посмотрим, можем ли мы поддерживать мятежников эффективно. Эфиопские националисты. Венгерские. Совсем низкий риск восстания здесь. По совершенно непонятным причинам. Видимо, они ввели жесткое обращение. Здесь не подписывается теперь. Тем не менее. Похоже, что Венгрию ожидает скорый конец. При таком развитии. Мы тогда в таком случае займемся тем, чтобы мы фабриковать больше клеймов. На Каир, например, для начала. На Рашид и Думбят у нас уже есть клеймы. Мы будем фабриковать еще и на Каир. Это даст нам выход к Красному морю. И для нас будет однозначно полезно. Продолжаем терять благочестие, потому что дешевые технологии. У нас самый отрицательный сейчас показатель. Высокорелигиозное единство, поэтому совершенно не страшно. Хотя нет, стоим этой армией на месте. Улучшаем отношения с Францией. Улучшаем отношения с Папской областью. Я думаю, что в скором времени нужно будет уже аннексировать Булгарию. Проблема в том, что это обойдется нам в достаточно большое количество дипломатических очков. У них тут довольно богатые провинции. Теряем, теряем контроль над Конго. Все больше и больше медежников там появляется. Посмотрим, чем это будет нам грозить. Тем временем имперский авторитет, австрийский, вырос до 43%. А это значит, что уже очень-очень скоро они смогут ввести эту реформу. Польша заключила мир какой-то. Потому что они однозначно стали больше. Они взяли помирание. Похоже, что... Довольно давно не смотрел на карту, но... Так, ну что, можем взять новые идеи в гуманизме. Что ускорит улучшение отношений с течением времени. Хотим ли мы этого? Ну, 400 административной силы это довольно много. С другой стороны, мы опережаем время, поэтому я не вижу причин, чтобы не взять эту идею. Как поживают наши мелкие... Мелкие протектораты. Наша столица получила бонусные... Бонусные два базовые стоимости. Что очень круто. Отзываем дипломаты из Франции. Они на какое-то время стали в позитивном отношении с нами. Давайте посмотрим. Если бы не их желание контролировать Италию, то, я думаю, мы могли бы договориться. Давайте все же поддержим каких-нибудь мятежников. Деньги у нас есть. Прям совсем на нет уже сходят венгерские националисты. Похоже, они решили забить на свою свободу. Ну, что поделать. А тем временем мы начинаем колонизировать вглубь Африки. Это будут одни из последних наших колоний. И дальше уже колонисты станут абсолютно бесполезны. Больше революционеров. Самое забавное то, что после того, как революция преуспеет, по-моему, все эти юниты перейдут на нашу сторону. Возможно, я ошибаюсь. В каком году кончается наше перемирие? Давайте посмотрим. 1947 год. Так еще много. Еще 6 лет целых. Окупирует провинции одну за одной, одну за одной, одну за одной. Появился свободный дипломат. Мы сфабриковали претензии. Давайте фабриковать на все, что можем. Фаюм. Тоже годится. Еще один свободный дипломат, который улучшал отношения с Папской областью, что ли? Или нет? Возможно. Так, ну у нас вообще есть свободные слоты под отношения. Так что давайте немножко прикинем. Персия, хочешь быть моим другом? Персия, наверное, очень хочет быть нашим другом. Так давайте предложим им династический брак, пока еще не поздно. И сделаем их нашим союзникам в таком случае. Они однозначно согласятся. Таким образом мы немножко так закольцевали османы. Они оказались в полном, можно сказать, окружении. Сыпятся, сыпятся наши цитадели. Одно за одной я не успеваю прокликивать сообщения. Все больше и больше часть страны они оккупируют. Но по-прежнему, ну, надо сказать, что уже на 40% они преуспели. Что может довольно интересно кончиться. Будем улучшать отношения с Персией. Проблема в том, что когда мы станем... Когда мы станем республикой, мы потеряем возможность иметь династические браки. Что может плохо сказаться на наших... Ну, вообще говоря, это может сказаться только на отношениях с Булгарией, с которой у нас общая религия. Но в остальных случаях это не имеет большого значения, потому что с Папской областью мы все равно не можем, например, заключать брак. А они, естественно, католики. Так, ну что. Увеличивается стоимость кораблей и дешевле становятся дипломатические технологии. Я думаю, что мы соглашаемся на это, потому что в ближайшие 10 лет вряд ли мы сможем прям только уж огромное количество кораблей строить. Да и не сказать, чтобы у нас были какие-то проблемы со средствами. Следующая идея на подходе. Я думаю, что мы ее возьмем. Возьмем ее обязательно. Так. Россия... Потеряли клэм на гранаду. Какая печаль. Как только Кастилия... Вообще, Кастилия наверняка же будет в коалиции, да, по-прежнему. Посмотрим, как все будет идти. Если они по-прежнему будут в коалиции, то... Ага, отлично, наша последняя колония. Теперь нам нужно направить сюда колониста. Так, ну давайте посмотрим, есть ли у нас свободный. Например, вот здесь. Возьмем вот этого парня. И назначим его сюда. Теперь отделим... Парочку пехоты. Остальные пойдем на открытие новых территорий, собственно. Терять легитимность или терять стабильность? Думаю, что мы в данном случае потеряем легитимность. Стрелка совершенно не указывает на ту провинцию, в которую мы идем. Но, тем не менее, мы вышли к Танганьике. И это последняя провинция на карте, которую можно еще колонизировать. Она будет нашей. Эгей! А мы не можем ее колонизировать, потому что что? Потому что у нас еще здесь незаконченная колония. Поэтому, к сожалению, мы сейчас не можем там колонизировать. Давайте посмотрим на карту мира. В таком случае еще остаются вот эти провинции. Одна, причем, провинция, которую мы могли бы попытаться колонизировать. Но, опять же, не сможем этого сделать. Магадишу является протекторатом османским. Так что тут тоже вряд ли что-то получится. Думаю, что нам придется пока что... Пока что ограничиться тем, что есть. У нас будет всего одна колония. Давайте все-таки проверим. По карте колониальной. Эти мы не можем колонизировать. Эти мы уже колонизируем. Все остальное горит красным. Ничего, что светилось бы зеленым цветом, я не вижу. Значит, и колонизировать мы не можем. Скорее всего... А, вот острова тоже уже заняты, да? Для нас это терринкогнито, но они наверняка чьи-то. Ну ладно. Что поделать? Так, осталось фабриковать еще один клейм всего на все. После этого мы приступим к тому, чтобы фабриковать клеймы на Киллу. Потому что Киллу тоже в коалиции, и они наверняка останутся в ней. Так что воевать придется в любом случае. Давайте что-нибудь строить. Например, Академию. Академию... Чего там? Академия искусств. В Константине. Она будет располагаться в Константине. Надеюсь, что мы успеем ее построить до того, как туда придут мятежники. Оккупирует все больше и больше земель революционера. Посмотрим, чем это кончится. Так, ну что. Эффективность торговли или инфляция? Ну, я думаю, что в данном случае мы возьмем эффективность торговли. Потому что мы все равно получаем достаточно много денег. Но уже не так много, на самом деле. Из-за оккупации, я так понимаю, да? Видимо, все дело в оккупациях. Давайте возьмем следующую идею. Скорость исполнения резервов растет. Максимум наших резервов падает, на самом деле, потому что... Потому что мятежники. Нам нужно, чтобы революция совершилась до того, как закончится перемирие. Это должно будет... Но обязательно должно произойти до того, как наступит перемирие. Иначе нам будет туго. Очень туго. Я не пойму, почему мы не укрепляем сунду. Потому что ее оккупировали? Видимо, да. В таком случае, эту миссию пора бы отменить. Слишком много лет мы потратили на это впустую. Не то, чтобы я ожидаю там каких-то прорывов по миссиям, но тем не менее. Взяли и Сеуту. А вот и Кастилия вышла из коалиции. Вот и хорошо, Кастилия. Молодец. Тем временем мы занимаем второе место в мире по общему счету. По дипломатическому первое место. Административные отстаем. На третьем находимся. И по военным находимся на четвертом. Давайте посмотрим. Интересно, кто находится на первом месте. Османы находятся на первом. И каждый месяц мы с ними генерируем одинаково очков. И, кстати, в два раза больше, чем все остальные страны, которые хоть сколько-то к нам близки. Большинство стран на карте, их всего 511, не генерируют очки вообще. Но надо сказать, что мы серьезно отстаем от Осман, поэтому, чтобы им как-то повредить, нам нужно... Нам нужно всерьез поработать. Мы отстаем по военному рейтингу. У них больше армия. Больше мятежников. Улучшаем и улучшаем отношения с Персией. Который, кстати, сейчас находится в состоянии войны с Хивой. Думаю, что Хива обречена, судя по всему. Постепенно начинаем терять деньги, но это для нас небольшая проблема. Теряем клейма на Кастилию. Сейчас это меня мало волнует. Теперь я буду внимательно следить за этой армией, потому что, боюсь, как бы не оказалось так, что этот стак решит напасть на нас. Вообще, нам нужно снять здесь полководца, потому что он нам не нужен. Лучше назначим его сюда, потому что так будет безопаснее. Тем временем, наш стак вот-вот окажется в окружении. Но, в принципе, это нас мало волнует. До тех пор, пока нам удается избегать столкновений. Давайте посмотрим, к какому он приходит 22-го. Похоже, что нам не удастся избежать столкновения здесь. Давайте используем эту возможность для того, чтобы грохнуть нашего наследника. Ну, очевидно, что в текущем положении вещей уже совершенно невозможно откатить текущую революцию. То есть, она идет по нарастающей. Поэтому мы все равно постараемся его грохнуть и посмотреть, какой результат может получиться. Если он будет существенно лучше, типа 5-5-5, то имеет смысл, конечно... Имеет смысл, конечно, начать подавлять все эти мятежи, потому что я в таком случае буду получать больше преимуществ, будучи королевством. Но здесь огромные стаки идут в нашу сторону, поэтому, мне кажется, самым правильным будет отступить куда-нибудь в Маракеш. Деньги, пожалуйста. Еще революционеры. Кажется, в Константине не успел достроиться. Давайте посмотрим. Чуть-чуть не успела достроиться Академия. И я считаю, что в данном конкретном случае нам нужно с ними сразиться до того, как они оккупируют, потому что это иначе будут пустые вложения средств. Мы постараемся свести это на нет. Вообще у нас численное преимущество, должно быть все в порядке. Я думаю, что мы должны победить. 8400-4400. А у нас больше артиллерии, больше пехоты. так что я думаю мы справимся с задачей к тому же у нас 23 а у него всего-то на все 21 единичка маневра здесь большой роли не сыграет потому что там так или иначе горы конечно можно было подтянуть сюда подкрепление но мне кажется это имеет смысла особенно посмотрим как будет проходить это битва надеюсь они не оккупируют на третий ход слава богу они этого не сделали эпидемия ну ладно так пирак пирак это где слепой да я его не вижу совершенно а вот пирак война с индостаном говорите возможно но попозже явно не сейчас враг нашего врага мнение франции до 125 это вряд ли случится укрепиться в паханге за пять войны традиции это сделала это поняла вот эта провинция судя по всему так и есть давайте построим форт третьего уровня так ну и посмотрим чем кончится битва так сражаемся но конечно преимущество у нас несущественное но она все же есть и похоже что позволит нам взять вверх нам удалось победить и это обозначает всего-навсего что в провинции наконец-то достроится академия да то есть наши деньги по крайней мере не пропали а заодно и наша армия осталась вне оккупированных массовых территориях принципе и нужно наверное отсюда отводить куда-то сюда чтобы освободить им путь к столице потому что они наверняка туда пойдут оккупируют 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 все везде возьмем последнюю идейную группу идею что таким образом завершим идей гуманизма это немножко удешевить нам идеи а заодно поднимет наше религиозное единство я так понимаю да немножко толерантность и еретиков даже иноверцев у нас достаточно высокая так что совершенно не страшно абсолютно давайте посмотрим о мятежники близки к тому чтобы настоять на своем но вот и хорошо посмотрим чем это для нас обернется так но инфляцию я думаю что мы брать не будем возьмем немножко административной силы давайте посмотрим какие мы можем вести реформы в связи с тем что прежде всего прежде всего можем снизить количество лет национализма на 5 что довольно таки круто и мне кажется нужно будет это сделать но только когда мы уже будем завоевывать новые земли пока что это будет пустая трата административных очков поэтому мы не станем этого делать но мы можем ввести вот эту реформу совет по финансам скажем да валютной которая увеличит доходы от налогов и мы посмотрим если мы сможем дешевле скупать инфляцию вот это возможно имеет смысл ввести но с другой стороны пять процентов дохода от налогов учитывая что для нас это не такая большая сумма в отличие от производства и торговли мне кажется это несущественно начинаем нести все больше и больше убытки естественно полстраны оккупированным мятежником поэтому предлагаю немного сократить расходы до минимума в данном случае а он берет их что просто не просто берут провинции штурмом это все объясняет еще и ференция надеюсь что в ближайшее время все таки это революция кончится давайте почитаем еще раз условия 235 это ладно значит административная республика меня тоже вполне устраивает конечно потеряем престижа но это не слишком большая головная боль в данный момент надеюсь он не пойдет оккупировать нашу колонию в масса пи наши отряды просто остаются изолированные похоже несем убытки даже несмотря на минимальное содержание армии вопрос как долго мы так продержимся все же постараемся оккупируют оккупируют все на свете но уже с тем еще можно повышать отношения с астрии вряд ли нам это поможет сильно Кастилия, возможно, Португалия. Давайте попробуем наладить немножко отношения с Арагоном. Просто, чтобы поддержать хороший тон. Ой, у нас еще и на островах тут мятежники, как же я про них забыл. Но в любом случае. Оу. А это у нас националисты, оказывается. Ну, давайте примем локальную автономию. Это абсолютно лишает нас престижа, что не очень хорошо. Что не очень хорошо. 85% тикает счет очень быстро в их пользу, с каждым месяцем. Все быстрее, быстрее. Давайте посмотрим. 87% в этом месяце, а сколько будет в следующем? Нам нужно перебазировать наш флот, потому что их иначе выкинуть попросту. Да, наша колония оккупирована. Но это не замедляет ее рост, я так понимаю. Стабильность упала уже. А, это престиж. Я уже смотрю на стабильность и думаю, что? Почему у нас минус 3 внезапно? Получили немножко военных традиций. Можем поднять уровень дипломатических технологий. Давайте это сделаем, наверное. И возьмем какую-нибудь миссию. Оскорбить Кастилию, например. Мне кажется, отличная миссия. К тому же она позволит нам немножко подправить наш престиж. И без того хуже некуда. Кастилия, ты знаешь, кто ты. Укрепить Александрию. Ну да, конечно, почему бы и нет. Ну, пройдет еще буквально пару месяцев. У нас умер военный советник. Нам нужно срочно подыскать ему замену. Желательно третьего уровня. Давайте возьмем вот этого, который будет повышать... Повышать уровень укреплений, наверное, да? Давайте его возьмем. Так. Ну что, потеряем административную силу, чтобы приобрести больше престижа в перспективе на последующие 20 лет. Я думаю, что оно того стоит. Потому что нам нужно будет регенерировать престиж. Сейчас он будет прирастать по 3 в год. Нам нужно добиться как можно более высоких показателей. Ну и мы должны вот-вот увидеть смену формы правительства таким образом. Буквально следующим месяцем это должно случиться. И что? Похоже, этим психом нужно оккупировать все же столицу. Чего они не делают? А тем временем мы теряем довольно много денег, надо сказать. У нас достаточно большой запас. Но в какой-то момент нам, видимо, придется... В какой-то момент нам, видимо, придется отказаться от советников. Ладно, давайте на этом прервемся. В следующей серии продолжим. Посмотрим, как закончится эта революция. Я надеялся, что все пройдет за эту серию. Но похоже, что я ошибался. В общем, продолжение следует. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...